Добрый день, добрый день, добрый день Добрый день, добрый день, добрый день Хэппи бёрддэй ту Аня Сегодня Аня стукнула в 19 лет с небольшим опытом И мы её поздравляем, хэппи бёрддэй Дарим несколько дней внимания И полностью отключение от нашей ежедневной жизни, которая нам даёт жизнь Не, даёт жизнь, просто отвлекает от семьи Поэтому, хэппи бёрддэй Аня А Лео, не пей холодную пищу, окей? К чему ты пришла за последние годы? Нужно быть благодарным за всё, что у тебя есть И благодарить за каждый день прожитый И верить в то, что всё будет хорошо, если ты с Богом И всё, что с тобой не происходит, происходит лучше Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что мы поняли? Находясь на океане, конкретно появляется куча энергии, вдохновения, радости, эмоций и... из чего ещё? Жизнь Жизнь Хочется петь, прыгать, гулять И именно так Или мы нашли мячик, брать его с собой или нет? Ну, если он валялся, искал себе хозяина, вот Лео нашёл его Я думаю, пусть возьмёт Значит, здесь ни одного дитя нету Мы живём... мы в городе Сан-Франциско, пригород И здесь нет детей в городе Поэтому Лео нашёл свой подарок, и мы возвращаемся в нашу месту Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Какая тишина! Лео, помоги! Какое спокойствие! А мы... Разбудили спокойствие своими прыжками Ну, надо же как-то что-то экстрим, хоть какое Лео, мы здесь! Лео, ты уплавать ещё не умеешь или умеешь? Умеешь? Мне хочется у папы мучить Как у папы прыгать, ну и ладно Понравилось? Да Пойдём Прекрасная погода Несмотря что в Сан-Франциско всегда холодно А здесь какой-то рай Добро пожаловать в гостиницу Которая называется Beach Hotel Pacific Beach Hotel Выходишь и вот на балконе такой видон Даже это не балкон, это такой вход Слэш-балкон Там куча серферов, если видите Там красивые домики Солнце светит очень сильно Балкон для барбекю классный А вот гостиница номер однокомнатный Но довольно мажорный Лучше чем у нас было в Санта-Барбаре Смотрим Не так уж Такой естественный гостиничный стиль Вид Вот это неожиданное джакузи Такое огромное Офисный столик ТВ Микроволновая печь Душ И здесь Какая там матушка Вид здесь никакой Просто горы и машины паркованные А там вид океана Это все стоит 200 долларов за ночь Немного Для Сан-Франциско это вроде бы нормально Там очень много Так что мы рады Довольно Хороший Ставим гостиницы Потому что они нам дали Разрешили на час позже выехать И сейчас мы едем в Силиконовую долину Вот она Bay Area Перенаселенная Bay Area Смотрите сколько этих скворечников стоят Домов Каждый из них по несколько миллионов долларов А нам направо В Силиконовую долину Сан-Фосе Вращаемся с Сан-Франциско Good bye С правой стороны Купертино Вон офис Даже не офис А главный штаб-квартира Компании Apple Лео Apple А Лео родился с этой стороны В больнице Kaiser А вот наш Apple Который Со дня на день Выпустит iPhone 8 Или 7s И мы не знаем Название Ничего не знает Они держат все в секрете Но будет штука стоить Одну тысячу долларов Да? Да А обычно В том ходу сюда Обычно у них стоит Вышел 200 300 400 500 700 Вроде самый дорогой был 800 А сейчас будет 1000 Перед нами открывается гигантский Один из самых громадных Госпиталей Kaiser В Южной Берии Здесь родился Леонардо Лео В той комнатке Ты родился Ты появился на свет Традиционный суп Который мы Когда жили здесь Одинокий Без друзей Без никого Мы сюда приходили Кушали Человеческий То есть ты говоришь За последние пять лет Пока нас не было Пять лет или четыре Сколько у нас там За четыре года Пока мы уехали Не помню Не помню Мы очень редко Всегда приезжаем Как только мы Отсюда уехали Сказали Делали ремонт Классный То что Да Китайцы Или кто это нация Не знаю Вьетнамцы Они В основном Мой стереотип Мое наблюдение Не так прям круто следят За своим ремонтом За своими магазинами Они так Тяп-ляп А вот эти наконец-то Исправились Так что Заказали продукт Целый мешок Сейчас идем кушать Нурлз 85-я улица Ой 82-я Хайвей типа Но это не супер Прям хайвей Это Называется еще Эл Рил Эл Камино Рил Улица Она соединяет Сан-Хосе До середины Беерии До Пало-Алто идет И по ней Вы часто видите Михаил Портнов Ездит и рассказывает Жизнь Сзади нас его офис Да На этой улице Где-то 6000 Видео сделал Портнов Это самый крутой блогер В Америке Из русских 5000 Вот этот чувак Приехали мы В штаб-квартиру Доктора Рэта Штаб-квартира Это На русском так звучит Как будто Как-то армейский Это работа Мне дала мою работу Последние пять лет Благодаря знанию Моего украинской мовы Поэтому я Украинскую мову Люблю именно за это То что мне дали работу Хотя я ее здесь Вообще не применяю Не знаю зачем Ну Поначалу применял Как применял Мне дали Кучу работы С украинским текстом Я ее просто расставлял Делал классный дизайн А сейчас Вся семья моя Пришла на мой офис И вы уже здесь были Я видео раньше показывал Поэтому сильно подробно Ничего не буду поговорить Вы можете увидеть Прежнее видео Дамы и господа Добро пожаловать На самую крутую Улицу В городе Сан-Хозе В Южной Беэре Называется Сантана Роу И мы сейчас на нее Заезжать будем Пока нас не было Здесь такие изменения Конкретные Вот этот магазинчик Единственное что осталось Все остальное снесли И построили новое Единственное в что я не врубаюсь Вот чейз Современный И вон чейз Старинный Кто из них лучше И почему они так рядом Постраивали это Это непонятно Сегодня Просто вторник Мы не рассчитываем Видеть много людей Но на выходных Здесь сотни И не людей Ну Таких довольно интересных Люди которые Заботятся В что они одеваются Не просто американцы Которые просто знаете В шлепках идут магазины А здесь американцы Которые Ну и европейцы Тут ощущение Европейского Города Зашли в Ченн Примеряем зимнюю одежду Мне нравится Ну что спросим у Ани Два человека Празднуют зиму Не празднуют А готовятся Готовятся к зиму Не слишком взрослые Эти одежды Яни Это делает нас как будто Нам 42 года Вот так хочется У меня пока Вот Все время такая Привлекательные дизайны И вообще Дизайн Всего здания Мы пришли в нашу точку Тесла Кар Вот как Тесла Смотрится разобранно Без крышки Мотор Мотор Победа Куда Промехали Куда Без крышки На Куда Куда Без крышки Заги Не, не опасно, Лэн. Я в шоке. Насколько здесь комфортно. Вот эта красавица, как она смотрится сзади. Mod X, Model X. Что мы узнали насчет этой машины? 79 тысяч долларов. С каким GPS не забудешь, ты точно. Конкретно. Вот эта штука сделает 350 миль дистанцию. На ручке ляг. На одном батарейке, да. Вот, вот это, да, 100. Ну, зависит все от батареи. Как называется этот суп, Ангел? Скваш. Скваш это тыквенный. Тыквенный суп с медом. Вкуснятина. Лев, почему тут ездит полиция? Что она делает? Что она делает? Ищет красивых людей, да? А ты хороший? Хороший. Хорошо. Я вспоминаю то, что я делал 5 лет назад, когда мы с Аней здесь начали встречаться. Ну, как, когда мы сюда приехали, только сюда ездили. Подытоживая день, сегодня и вчера мы гуляли в Берри, несмотря на то, что живем мы здесь, прямо рядом, но мы взяли вакейшн. Какая вакейшн? Ну, да, кстати, да, такая вакейшн, что по пути мы захватили работу, мы поработали пару часов. Короче, к чему мы пришли? Я к чему пришел? Я думаю, Аня согласна. Вместо того, чтобы дарить подарки на день рождения, ну, хотя подарки тоже неплохая вещь, но что ценнее, мне кажется, было бы это дарить экспириенс. Экспириенс – это опыт. Опыт – это поездка, свидание, путешествие, какой-то сюрприз. Какое-то воспоминание, что-то символистическое, что-то, вот опыт, вот, слетать на воздушном шаре, гонять на Бали, даже сходить в фестфуд-ресторон, это даже опыт, напоминает детство. Хотя, хоть детство, мы и до сих пор ходим. Советуем тоже вам, но не так много. Все это земное и все… О, мне нравится эта пословица. Все это земное и все сгорит, а был, были бы рощи. Этот парадокс. Все, на этой ноте, Аня, хочешь сказать всем пока? Всем пока. Лео, хочешь сказать всем пока? Нет. Скажи всем бай-бай. Спасибо, что вы были с нами эти два дня. Я не знаю, что вы здесь нашли, но это просто… Напоминаю, мы делаем все для своей истории. Для вот, чтобы наш сын вспоминал наше детство, его детство и так дальше. Все. До свидания. Аня, что ты скажешь? Это было одной из самых моих лучших день рождения. Аааа. 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 Happy birthday. Thank you.